Стороны готовы были рассмотреть 30 вопросов, включенных в повестку дня. Молдавская делегация потребовала согласовать еще один, 31-й, вопрос о свободном передвижении людей, товаров и грузов. Проблема находится вне компетенции ОКК, в который раз отвечает на это преднестровская делегация. А вот от обсуждения ситуации в зоне безопасности молдавская сторона отказывается. Приднестровская сторона предложила обсудить ситуацию вокруг населенного пункта Дородского, в части тех событий, которые происходят в последнее время, и обсудить, принять какие-то определенные рекомендательные меры. Молдавская сторона почему-то не пошла нам навстречу, отказала. Значит, не интересует молдавскую сторону судьба жителей населенного пункта Дородска, близлежащих населенных пунктов. По словам Олега Белякова, обычно осенью Объединенная контрольная комиссия решает вопросы подготовки миротворческих постов к зиме, инспектирует их. Кроме того, проверяет боевую готовность совместных миротворческих сил. Сегодня проведение этих мероприятий под вопросом. Не звение ли это одной цепи, когда определенные мониторинговые миссии становятся проблематичны и блокируются только одной стороной. Вот мы наблюдаем с 9 июня на южном участке зоны безопасности в районе города Бендеры отказ молдавской стороны посещать отдельные посты правоохранительных органов. Это в первую очередь те посты молдавской стороны, где было произведено изменение инфраструктуры этих постов. По инициативе российской делегации в Объединенной контрольной комиссии стороны проведут дополнительные консультации. По мнению Олега Белякова, это может приблизить делегации к компромиссу.